Устроил стрельбу по детям. В гаражном массиве на улице Пушкина в Саранске недовольный 47-летний мужчина из пневматического пистолета расстрелял двоих детей, которые сидели на крыше его гаража. Одна из пуль попала в лицо 11-летнему школьнику. Об этом инциденте полицейские узнали от врачей. 25 июля в дежурную часть отдела полиции номер 4 поступило сообщение из одного из медицинских учреждений городского округа Саранск о том, что к ним за медицинской помощью обратился несовершеннолетний житель пролетарского района, которому был выставлен диагноз «перелом коронки верхнего зуба». На место выехали полицейские исследователи. Правоохранителям с помощью показаний напуганного ребенка удалось выстроить картинам произошедшего и поймать стрелка. Сотрудниками полиции был установлен мужчина с 1971 года рождения, который был доставлен в дежурную часть отдела полиции номер 4, где он дал признательные показания. У него был взъят пневматический пистолет, который он производил выстрел. Мама мальчика до сих пор пребывает в шоке. Когда все произошло, она находилась на работе. Сын сам позвонил ей и рассказал, что в него стреляли. Они сидели на гараже. Мужик подошел без каких-либо предупреждений. Пишут, что он там спор с ними ввязался. Не было ни спор, не было ничего. Если бы он им сказал валить отсюда, они бы свалили. Он подошел и начал стрелять не один раз. Он стрелял в них минимум трижды, потому что там нашли пули. Одна пуля прилетела ему в зуб. Хорошо в зуб, а не в глаз, мог в висок. Дети, по словам Ольги, просто сидели тихонько на крыше в теньке и вели беседу. С ее сыном был 10-летний друг, но он не пострадал. Девушка недоумевает, как вообще можно навести оружие на ребенка. Что за беспредел? Это административное нарушение, считается у нас в государстве вообще. То есть человек берет пневматический пистолет и стреляет по детям. Как? Я не понимаю. Мама пострадавшего мальчика боится за своего ребенка, а еще переживает, что подозреваемый не получит наказание за садейное. Это не только физический ущерб здоровью, это психологически в первую очередь. Ребенку стреляли в лицо в 10 лет. Просто как этому ребенку дальше, впоследствии, выходить на улицу спокойно, не опасаясь, что не подойдет какой-то другой дяде и не стреляет ему еще куда-нибудь. Сам обидчик сына с Ольгой не связывался. Зато в активную фазу переписки включились его родственники. Просят ее понять, ведь она тоже мама. Вот только в чем понять. В их ребенка никто не стрелял. В отделе полиции рассказали, что после взятия объяснений стрелка отпустили. В свою защиту он говорил, что находился у себя в гараже, услышал грохот по крыше, увидел детей, вытащил имеющий пневматический пистолет и стрелял в их сторону, для того, чтобы они ушли с его гаража, с крыши его гаража. Но он словесно как-то предупреждал, чтобы они ушли? Словесно не предупреждал, выстрел сразу. Вышел с гаража и сразу же начал стрелять. Вот таким способом взрослый дядя решил объяснить мальчишкам, что находиться на крыше – не лучшая затея. Сейчас в отделе полиции ждут результаты судебно-медицинской экспертизы. После установления степени вреда здоровью вынесут процессуальное решение. Между тем, происшествием заинтересовались и в Следственном комитете. В настоящее время по данному факту следственным следственным отделом проводится проверка в порядке статистов 144-145 ОПК РФ. И по результатам данной проверки будет принято процессуальное решение. Анастасия Семышева, Игорь Гангаев. Программа «Происшествие».